Многие люди просто не представляют свою жизнь без домашних питомцев, и их можно понять. Ведь кошки и собаки действуют на человека лучше любого антидепрессанта. При одном взгляде на умилительного четвероногого друга, даже думать не хочется о плохом. Не зря говорят, собака – друг человека. Все знают об их преданности своему хозяину. В то же время человек должен уметь это доверие оправдать, и на это уходит немало сил. Кормить, поить, выгуливать, дарить тепло и нежность, в общем, относиться к домашнему питомцу, как к родному ребенку. Это хаски, альма. Ей уже три года. Так как хаски – порода такая, которая любит побегать, погулять, ее нужно часто выгуливать, желательно два раза в день, утром, вечером, и час-полтора – это минимум. Мы стараемся, конечно, чтобы и в обед еще выходить, но не всегда получается. Вот. Из-за того, что она такая активная, хорошо, что не одна я с ней выгуливаю ее, потому что было бы тяжеловато. Кормлю, купаю. Вот у нас скоро будет прививка в августе, поэтому все эти дезинфекции проводим. Едем, делаем прививку. Но помимо таких забот, как напоить, накормить, собаку нужно выгуливать. Некоторым породам хватает и полчаса, а другим и двух мало. Каждому четвероногому другу индивидуальный подход. Да и место для выгула должно быть определенное, заверенное ЖЭСом, чтобы избежать ответственности перед законом. С выгулом сложновато, особенно в центре. Если за городом, там еще на районах, там Ковалевка, Вулька, там еще есть места для выгула, то в центре практически нет. Даже если все формальности соблюдены, животное зарегистрировано и имеет паспорт, сделаны все прививки, но вы, как хозяин, не соблюдаете правила выгула, то есть не убираете экскременты вашего животного, назвать вас ответственным хозяином нельзя. И еще, в наличии необходимо всегда иметь поводок и ошейник. Каждый владелец, любящий своего питомца, конечно, и любящий окружающую среду, должен соблюдать одно из таких правил, что после своей собаки он обязательно должен убрать продукты жизнедеятельности. То есть при себе должен иметь уборочный инвентарь, пакет, совок, ну как это необходимо. И в последующем выбрасывать не просто где ему придется, а выбрасывать специально отведенные места, это урны. На территории города. Понятное дело, что когда ходим мы с ней гулять, мы всегда берем с собой пакетик полиэтиленовый, чтобы было чисто, потому что, ну, понятное дело, что питомец выходит на улицу не только для того, чтобы там побегать, поиграть и встретиться со своими другими друзьями четвероногими. Сегодня в городе над Бугом зарегистрировано порядка 7 тысяч домашних питомцев. Для их выгула предусмотрено 9 площадок и 29 мест. Специально предназначенных для четвероногих друзей. А если вы очень хотите нарваться на штраф в размере 15 базовых величин, правила, вышеперечисленные, можете не соблюдать.